Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. И как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, конечно, мы будем говорить о цветах, которые вы видите на первом плане, о чудесных георгинах. Георгины пришли на наш континент еще несколько столетий назад из Америки. Они бывают от 2 метров до 30 сантиметров, совершенно компактные маленькие кустики. И преимущество георгинов великое. Но, например, эти однолетние растения, особенно все любят однолетние растения, эти однолетние растения начинают свисти очень рано, а заканчивают вместе с морозами. У георгинов такое разнообразие окрасок. Вы видите, они могут быть и красные, и желтые, и вот оранжевые. В США пользуются популярностью растения с мощными стеблями. А у нас в цветниках всегда предпочитают все до такой средней высоты. И эти цветы любят, конечно, солнечные места, но могут обходиться без подкормок, потому что, когда много подкормки, то они наращивают зеленую массу, которая не очень интересна. Но они, кстати, очень любили, они любят воду. Веселые ребята – это самая популярная сорта смесь. Цветки у них простой формы, яркой и совершенно разнообразной окраски, не требовательны в уходе. Но также есть и денди – это полумахровые, окраска лепестков от желтого до барновых цветов. Пусть у них компактный, не требует подъяски. И там помпоны сорта смесь, шарообразная форма соцветий, разнообразной окраски, от почти голубого до красного. Цветение середины июля продолжительное. Ну и еще могу сказать о Василисе. Это низкорослые горшичные растения. Если вы сажаете низкорослые сорта, то между растениями надо оставлять 20 см, между средними – до 50 см, между высокими – до 70 см. Надеюсь, Вы будете тоже использовать эти чудесные цветы. А может быть, уже используете, что очень замечательно. Они украшают наши цветники, придают яркость, радость. До свидания, до новых встреч! Ура, подрастает моя горчичка! Это такая радость для меня, потому что каждый раз, когда я живу на даче, я обязательно эту горчицу использую. Обязательно. Поэтому я очень радуюсь. Ну, вот здесь она у меня уже большая. Перекапывать на зиму я ее все равно не буду, пусть подрастает. Ну, а вот здесь она уже помельче. Я ее совсем недавно высела, и она намного мельче. Но я буду высевать ее тоже в другие грядки, которые освободила от растений. Ну, а какую большую горчичку, я ее возьму, во-первых, домой, несколько пучков. И, во-вторых, сейчас сорву себе для салата. И вот уже мой любимый салатик. Сейчас я его буду есть. Приятного аппетита всем, кто последует моему совету. Во-первых, это вкусно, а во-вторых, полезно. Вы знаете, что с годами у нас падает иммунитет. Это мы хуже боремся с бактериями. Ну, а горчица помогает нам в этом очень.